Всем привет, мои хорошие! С вами Айк Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео, уже второй за день. Я умничка! Сегодня у нас с вами жареные перемени. Дело в том, что недавно прям я снимала подобное видео, но так получилось, что я его удалила. Удалила почему? Потому что в тот момент была на эмоциях, рассказывала вам историю с почтой, которая все-таки не подтвердилась, поэтому пришлось удалить. Я хотела не переснимать, но в комментариях я обнаружила, очень много зрителей писало о том, что переснимем. Вот такой вот соус просто обалденный. Рецепт соуса, рецепт перемешек. Я оставлю в инфобоксе. Вкусно прям вообще! Вчерашнее мое видео всем очень понравилось, чему я просто несказанно рада. Кстати, вчерашнее видео я тоже оставлю в инфобоксе. Мама вчера его посмотрела. Хотя там название было, мама, не смотри это видео. Мама заходит ко мне в комнату и говорит, Айка, что это такое? Кто не знает, у меня мама эстет. Она любит, когда все культурно, красиво, по чистоте. Я люблю многое, быстро и вкусно. Вот так вот. Очень вкусно. Я пельмени Душпера грузинских ингали очень люблю. Мне иногда пишут в комментариях. Вам слышно? Это мои соседи. Мне в комментариях иногда пишут, Айка, ты же вроде все любишь. У тебя есть нелюбимое блюдо. Так вот нелюбимое блюдо я не снимаю на своем канале. Вот, например, чечевичный суп. Вроде блюдо неплохое. Но я, если честно, не очень люблю. Так, пельмешки. Еще бы манты попробовать. Я хочу попробовать с сегодняшнего дня снимать два видео в день. И закидывать два. Вы знаете, сколько времени я трачу на влоги. Но влоги очень плохо просматриваются. Многие мне интересно. И, наверное, влоги у меня не настолько хорошо получаются. Ой, господи, как мукбанки. Давайте подключаем на вопросы. Знаешь ли ты гимн Азербайджана и можешь передать привет? Я, Смин, я тебе передаю огромнейший привет. Спасибо, что смотришь меня. А гимн, я знаю. Потому что в школе где-то, наверное, в 10 классе или в 11 у нас был урок военная подготовка. А вот там у нас был учитель, который не ставил просто оценку, пока ты наизусть не расскажешь к им. Но это было круто, интересно. Но у этого учителя был такой косяк. Он просто поднимал руку на детей, на парней особенно. Но он считал, что это нормально. То есть мужчины должны воспитываться так. Но проблема в том, что это не совсем дети. Это не 5 класс. Это не 3 класс. Это уже 11 класс. Но он мог ударить ученика, которого не слушался просто. Потом кто-то хорошенечко слил информацию родителям. Пришли родители, сказали, что это такое. Кто вам дает право вообще трогать моего ребенка. Его быстренько уволили. Он вообще сам... Не совсем педагог был. Он был военным. И работал раньше в тюрьме. А-а-а-а, шутка. Так как к девочкам нормально относился. Он просто всегда говорил, что мужчины должны воспитываться в строгости. Мужчины должны... Вот так вот воспитываться. Но проблема в том, что ты пришел, когда мужчины уже выросли. Вот так вот, короче. Вкусно. Я всех, наверное, задрала. Уже вкусно-вкусно. Обязательно посмотрите видео с душперой. Душперой. Вот в этом видео я оставалась сама собой. Без капли счастлива. Без капли счастлива. Компотик, пельмешки. Камера, сидишь, болтаешь. Вот что для счастья еще надо. Мы сегодня должны были встретиться с Шелли. Посмотрели прогноз погоды. Там было написано облачный дождь. Я смотрю на улицу солнышко. Обалденная просто погода. Пару посылок заказала с Алиэкспресс. Встала рано. Сон такой ужасный мне приснился. Прям аж стыдно рассказывать. Прям реально стыдно. Дальше. Когда планируешь завести влоговый канал? Никогда. Наверное. Потому что влоги это, наверное, не мой конек. Они набирают мало просмотров. Особо никому не интересно. Тогда зачем из-за этого создавать отдельный канал? Мне кажется, просто нет смысла. У меня и таки два канала. Ну, в общем, у нашей семьи два канала. Один мамин кулинарный. Один мой вот этот вот. Я считаю, будет очень тупо, если создать канал, и на нем в месяц одно видео будет выходить. Или два видео. Я считаю, что если Брасца за это делал, то каждый день, ну максимум через день на канале должно быть видео. Это как по телевизору. Вы смотрите передачу, и завтра ждете еще одну серию этой передачи. Правильно? Когда не бывает, вы переключаете канал и начинаете смотреть других. Вот и все. Наверное, все-таки влоги у меня получаются не настолько интересные. Напишите, пожалуйста, свое мнение, честно. Эту логи тоже неплохо набирают, но по сравнению с мукбанками, мукбанки у меня идут лучше. Хотя я люблю. И мукбанки люблю, и влоги люблю, я смотрю. Слегка, так знаете, хрустит. Обязательно приготовьте. Например, вот влоги той же Юрии Пушман. Мне очень нравится, как она снимает. Я вот смотрю, мне хочется смотреть. Но когда она снимает какое-то разговорное видео, какой-то другой формат, мне уже совершенно неинтересно. Поэтому в какой-то степени, то есть я вас понимаю. Вот интересный вопрос. Было ли тебе трудно снимать первое видео в Ютьюбе? Смотрю тебя с тысячи подписчиков и до сих пор. Спасибо огромное. Мне реально очень приятно, что среди вас есть зрители, которые меня смотрят прям с тысячи подписчиков. Кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях только честно, со скольки подписчиков вы меня начали смотреть. Вот видите, с тысячи. Я даже знаю одну девочку, она меня смотрит, просто по аватарке помню, она меня смотрит, наверное, где-то 700 подписчиков. И это реально очень приятно, что с тех пор, до сих пор ей интересно. Потому что я тоже такой человек. Я, если начинаю смотреть блогера, я прям на протяжении всей жизни смотрю. Здесь, ребята, ровно килограмм. Я не знаю, почему, но на камере кажется, что их мало. Но мы прям взвесили, получился ровно килограмм. И мы их пожарили. Что касается вопроса, мне не было сложно снимать свое первое видео. И оно до сих пор есть на моем канале. Многие другие блогеры удаляют свои старые видео, типа они некачественные, типа они дурацкие. Но мне кажется, они должны быть. И даже у меня есть второе видео, покупки с Алиэкспресс. Там практически нет монтажа. Там прям... Ничего не вырезано просто. Снято видео на телефон. Два года назад. И все. Снимать я хотела давно. И где-то в мае прошлого года у меня зародилась эта мысль. И все лето я думала, вот о чем я буду снимать. Но я хотела снимать конкретно про посылки с Алиэкспресс. Как я их распаковываю, показываю. Сейчас тоже вообще распаковка посылок набирает хорошие просмотры. Следующий вопрос. Что бы ты хотела сделать первым? Посмотреть на город или пойти на шоппинг? Вот если говорить конкретно про путешествия, я, если честно, как бы не горю желанием ходить по старинным местам, по музеям. Не хочу никого обидеть, но... Мне реально неинтересно смотреть достопримечательности. Я бы пошла по ресторанам. Попробовала бы национальную кухню. Покушать... Это мне придало бы огромное значение. Попробовала бы все. У меня еще есть такая мечта. Не знаю, исполнится или нет. Поехать когда-нибудь в Китай и попробовать их национальную кухню. Что-то, знаете, такое странное. Но никак не достопримечательности. Я один раз смотрела видео Орел и Решка. И там показывали, что китайцы кушают лягушек. И всякое такое. Очень, знаете, странная пища. И все такие, фу, фу. Но если они это едят, значит, это съедобно. То есть они от этого не умерли. Вот если бы у меня была бы возможность, я бы ехала, кушала. Может, даже снимала за вас влоги. Какие вкусные пельмешечки. А еще я очень хочу поехать в Индию. Хочется увидеть жизнь другую там. Как плохо живут люди. Или в Африку, например. Но говорят, это не совсем безопасно. Там можно подхватить какую-то болезнь. Нужно сделать кучу прививок. Потому что люди, которые живут в этих условиях, они уже привыкли. А ты такой непривыкший. У кого-то там мечта, знаете, прыгнуть с парашюта. По горам ходить. Я не хотела бы ничего экстремального. Вот реально. Для меня это просто неинтересно. Самое главное, чтобы было вкусно. Интересно, что это новое и безопасное. Потому что живем мы один раз. Хотя не факт, но все же. И хочется прожить как можно больше. Просто, знаете, соус такой очень вкусный. В него можно макать не только пельмешки. Сметана, здесь соль, укропчик. Сметана придает, знаете, особый такой шарм, что ли, как это сказать. Какая-то нежность присутствует в этом соусе. И очень-очень вкусно, реально. Следующий вопрос. Интересно. Расскажи немного о Ютубе изнутри. Я не знаю, что именно вам интересно. Но Ютуб устроен немножко своеобразно. Кто-то думает, что обязательно нужно ставить хорошие теги, чтобы видео набирало много просмотров. Кто-то говорит, нужна какая-то партнерка и так далее. Но по мне нужно снимать хорошее видео. Хорошо разговаривать в нем. Что-то интересное должно быть. Я, например, смотрю видео миллионников и смотрю свои видео. Я понимаю, что у них интереснее. Хештеги, вот кто что не говорит, для меня они во все роль не играют. У меня видео, там миллион просмотров и там вообще даже хештегов нет. И вроде идет, и классно все. Поэтому говорить, что все зависит от хештегов, будет неправильно. Надо не менять тематику. Вот это я поняла. Когда ты снимаешь про это, про то, про третье, про десятое. Например, человек подписался на Мукбанке. Ты снимаешь что-то другое. Следовательно, человек, твой подписчик, когда видит это видео, он не заходит на это видео, потому что он подписался из-за Мукбанка. Ему как бы твои влоги вообще не интересны, да, по большому счету. И получается, что он это видео не смотрит, и в результате рейтинг видео падает. Я бы не рекомендовала сильно менять тематику. Это не плюс. Веришь ли ты в призраков, если мистическая история? В призраков я не знаю. Я никогда не видела. Но в какие-то паранормальные явления, да. Например, я вам рассказывала историю, что я спала в комнате, и там в этой же комнате убили человека. Мы просто не знали об этом. Мы купили эту квартиру. И как раз в этой комнате получается, что жена убила топором или ножом своего мужа, причем в очень жестокой форме. И мне было очень страшно спать в этой комнате. Это мы потом узнали. Если откидывать вот эту историю, то в общем и целом я не сталкивалась с призраками. А я не думаю, что это выдумка. Наверное, это все есть. Просто их видят избранные люди. И это все. И все. И все. Ребята, это было просто очень-очень вкусно. Попробуйте вы тоже, обязательно рецепт будет в инфобоксе. А я вам в свою очередь желаю удачного дня. Приятного аппетита. Ждите мои новые видео. Всех целую. Обнимаю всем. Пока.